Здравствуйте, это наш новый выпуск с Алексеем Ракшой. Мы говорим здесь про демографию, но в таком разрезе, который связан с нашей повседневной жизнью. В прошлый раз мы говорили про рождаемость в целом, что это за параметр, на что он влияет, вымрем ли мы все как цивилизация человеческая, не минуем ли это, и вообще как влияют права женщин на то, значит, больше они рожают или меньше. Ну так уж, мы легко прошлись. В описании будет ссылка на первую часть, теперь переходим по вторую. Хочется поподробнее поговорить про Россию, потому что, ну если я правильно представляю Россию, плюс-минус, в которой мы все с вами живем, то у нас тоже есть большие различия и по регионам, и по мерам, которые предпринимаются, и по их эффективности. Собственно, Алексей, расскажите, пожалуйста, про Россию и расскажите, что для вас лично, в том числе и во времена работы в Росстате и сейчас, являлись, на ваш взгляд, наиболее примечательные вещи, которыми вы можете поделиться. Потому что проблема в том, что, поскольку я не специалист, возможно, я вам не задам вопросы про самое интересное, а самое интересное хотелось бы услышать. И снова здравствуйте. Хорошо. У вас, опять же, вопрос, который состоит уже не из трех, а из 15. Давайте кратенько по пунктам. На что сперва ответить вам? В том порядке, в котором считаете нужным? В том порядке, в котором вы бы рассказывали об этом, например, студентам? Да, то есть как по России различается рождаемость? Конечно же, Россия – это крайне гетерогенная страна. Сирич разнородная, разнообразная. Она гораздо более разнообразна, чем США, допустим. Хотя по меркам Запада, даже США – это достаточно разнородная страна. Так мы еще сильнее. Мы в отношении гетерогенности по демографии похожи на Турцию. Напомню, в Турции, например, в тех провинциях, где живут преимущественно курды, то есть на юго-востоке, суммарный коэффициент рождаемости – 4. А приблизительно на половине, на третьей территории, которая примыкает к Игейскому морю, к Истамбулу, то есть где живут турки, там суммарный коэффициент рождаемости примерно 1,5-1,6. Ну, то есть почти как у нас. И примерно то же самое в России, только у нас доля каких-то вот этих этнических меньшинств не там 20-30%, как у курды в Турции, а гораздо меньше. То есть 80% населения России – это русские, и у русских рождаемость практически самая низкая из всех национальностей. Ниже только у евреев. Соответственно, у нас есть национальности с очень высокой рождаемостью. Как я говорил в первом видео, в Чечне и в Ингушетии, и отчасти в Дагестане, даже первый демографический переход еще не завершился. Допустим, и в Ингушетии, и в Чечне суммарный коэффициент рождаемости примерно 2,5-3 ребенка на женщину. А в Дагестане где-то приблизительно, может быть, 2,2-2,4. И если кто-то полезет в справочник, проверять мои слова, я сразу скажу, что я использую собственные оценки населения. Потому что в Ингушетии и в Дагестане численность населения безбожно раздута. Она, конечно, на самом деле ниже. А кем и зачем она раздута? Она раздута местными властями для того, чтобы получить как можно больше трансферов, субсидий, пособий и прочих. Она раздута и на переписи, она раздута еще и тем, что они далеко не всех выбывших учитывают. То есть человек уже давно уехал, все, а он до сих пор числится, и родственники его и на переписи указывают, плюс еще у них какие-то виртуальные дети, там, не знаю, могут рождаться. Ну, это вряд ли насчет рождения, но численность населения Ингушетии сейчас не 510 тысяч, конечно же, а примерно 320-330. А в Дагестане нарисовано примерно от 500 до 800 тысяч человек. И, да, в Камбардино-Балкарии, в Карачаеве-Черкесии тоже приблизительно там на 20% населения раздута. Поэтому и рождаемость там намного выше, чем мы видим из официальных цифр Росстата. И там же ниже продолжительность жизни, конечно же. Но, опять же, это совершенно другая история. Это вот мы уже про смерть, к сожалению, уже поговорили. А вот можно такой интересный пример привести. Ингушетия в Росстат прислала письмо, почему у нас такая высокая и так быстро растущая продолжительность жизни. То есть уже там 81-82 года, уже скоро Японию огоним, что делать, что делать. Но Росстат не может им ответить, что вы так безвожно раздули свою численность населения, что у вас скоро, может быть, и вообще мировой рекорд будет. Это будет позорная сенсация. Росстат бы ответил в моем лице очень аккуратно и грамотно, что, возможно, существуют проблемы со знаменателем показателей, то есть численность населения, которая уже все за скобками завышена. И то же самое касается рождаемости. То есть в Дагестане, конечно, ни женики не 1,8. Там, конечно же, примерно может быть 2,2. И в Ингушетии, конечно, женики не 1,6, не 1,7. Там ближе к трем. В Ингушетии и в Чечне самая высокая рождаемость в России. И самая молодая. И в Дагестане тоже. То есть эти три республики, они резко отличаются от всей остальной страны. Они намного больше похожи на Казахстан, на Азербайджан, по демографическим показателям рождаемости, чем на остальную территорию страны. И где-то между ними и там русскими, и Ставропольским краем находятся КБР, КЧР и Северная Осетия. Ага, вы хотели что-то спросить? Да, не, я не спросить хотел. Я хотел сказать для зрителей, что вот здесь я оставлю всплывающую подкастку для нашего видео про смертность, которое тоже обязательно посмотрите. Так, КБР и КЧР – это Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Да, мы в случае проговорили. Вот в наших, вот в этих таких сильно мусульманских республиках сильнее всего и врут по численности населения, поэтому там рождаемость занижена, на самом деле она, конечно же, выше. И это очень легко проверяется специалистами, это проверяется по соотношению первых, вторых, третьих, четвертых и пятых детей. Дело в том, что рождаемость первых детей, она очень стабильна на самом деле. И если вы видите, что в каком-то регионе рождаемость первых детей там чуть ли не в два раза ниже, чем в соседнем, это означает только то, что численность населения, на самом деле, в этом регионе завышена примерно в два раза. Очень просто, правильно? То есть, опять же, чем выше рождаемость, тем выше доля третьих, четвертых и последующих детей, в общем числе, родившихся. Это тоже такой демографический закон. Он везде соблюдается. Соответственно, чем ниже рождаемость, тем выше доля первенцев. Потому что на первых детей решаются почти все, либо большинство. На вторых детей решаются уже гораздо реже. И фактически все различия в рождаемости и между регионами России, и между странами мира, они лежат в области, начиная со вторых детей, особенно начиная с третьих детей. То есть, там, где рождаемость третьих и последующих детей выше, там выше и вся рождается. И если мы тут аккуратненько начнем переходить к маткапиталу, то я могу утверждать, что решение о выплате маткапитала именно за второго ребенка в 2006 году принятое, оказалось очень правильным. Потому что на тот момент рождаемость России была очень низкой, и доля первых детей была катастрофически высокой. Она в целом по стране составляла около 60%. То есть, примерно с 93 по 2006 год доля первых рождений в целом по стране была около 60%. Это признак крайне низкой рождаемости. То есть, до первых детей решались практически все. Сейчас уже немножко не так. А переход ко вторым был очень-очень затруднен. И, на самом деле, эта российская особенность, она началась еще в Советском Союзе. Еще с 60-х годов. Уже в 60-х годах рождаемость в РСФСР была одной из самых низких в мире. И опять же, за счет вторых и последующих детей. И в 70-х эта ситуация продолжилась. Многодетность среди городского русского населения к 80-м годам стала абсолютно диковинным явлением. То есть, такой низкой доли третьих и последующих детей среди городских русских, как начиная с 70-х годов и до недавнего времени, такой низкой доли вы не найдете почти нигде в мире, кроме стран с самой низкой рождаемостью, кроме Италии, Испании, Кореи и так далее. И вот в этом-то была и наша проблема. Понимаете, демографическая проблема сегодняшняя, она зародилась очень давно, понятно. И ключевым, конечно же, временем стали вот эти 60-е и 70-е годы. Когда вроде бы у нас с рождаемостью было, ну, относительно нормально, но подспудно происходили очень-не очень хорошие процессы. То есть, доля первенцев постоянно росла, первых рожали все, потому что же, во-первых, понимаете, был штраф за бездетность, да, был налог на бездетность, во-первых. Во-вторых, были бесплатные детские сады, было очень высокое равенство в обществе, и социокультурные вот такие вот паттерны вообще было принято вот для мужика, да, из армии пришел, должен жениться, тут же первый ребенок сразу же, да, то же самое для женщины, надо как в 20 надо уже выйти замуж, в 25 это уже вообще все, никому не нужна старородящая, тогда было так. Вот первым рожали все всегда, а вот со вторым были уже очень большие проблемы, особенно у русских, особенно в городах. И сейчас, вот даже сейчас, рождаемость вторых и последующих детей у городских русских значительно выше, чем тогда. И одним, одной из причин этого стал маткапитал как раз, который ввели в 2007 году с 1 января. Именно с 2007 года рождаемость вторых и последующих детей резко подпрыгнула по всей стране, и она подпрыгнула, конечно же, и на Кавказе, но на Кавказе вот этот прыжок, он достаточно быстро остановился и стал сдуваться, потому что трудно повысить то, что и так высоко. Рождаемость вторых и третьих детей там была всегда гораздо выше, чем, допустим, в областях Центральной России или крупнейших городах, и за 90-е годы разрыв даже увеличился. Но после введения маткапитала разрыв стал сокращаться. То есть многодетность на Кавказе не выросла, она, скажем так, сохранилась. То есть, возможно, маткапитал посодействовал сохранению многодетности на Северном Кавказе, но многодетность среди остальных регионов, особенно преимущественно русскоязычных, особенно городского населения, очень сильно выросла, выросла в несколько раз с 2007 года. И этот процесс начался именно, бурно начался именно с введения маткапитала. Почему я и считаю, и готов это над цифрами доказать, что именно маткапитал ответственен за приблизительно 2,5-3 миллиона вторых и последующих рождений, которые без него не случились бы никогда. Более того, даже вот этот прирост когортной, то есть истинной, настоящей рождаемости от женщин с 72-го года рождения до женщин с 86-го года рождения, с 1,6-1,8, как я считаю, в основном вызван именно маткапиталом. Потому что юность и молодость женщин с 70-го года рождения все-таки пришлись на 90-е, начало нулевых, а вот как раз наилучший репродуктивный период от 20-30 лет пришелся на действие маткапитала как раз у женщин, начиная примерно с 76-го, 78-го годов рождения и более поздно рожденных. И вот спад, про который мы говорили в прошлом, когортный, то есть реальной рождаемости, начиная от женщин с 88-го года рождения и к 90-м годам рождения, он происходит в основном и по первым детям. То есть начинают отказываться и переносить рождение первых детей, а не вторых. Рождаемость вторых детей до сих пор даже у поколения 90-х годов выше, чем у поколения 70-х годов и конца 60-х годов. Я считаю, что здесь отчасти эффект маткапитала сидит. А рождаемость первых детей, как показывает опыт, расчеты, поднять практически невозможно. То есть либо вы создаете в стране суперблагоприятную социальную среду, как в Скандинавии, и тогда все-таки имеете чуть более высокую рождаемость первых детей. Там, допустим, не 0,8, а 0,86, или там не 0,78, а 0,88. Это предел. Норвегия, конечно, Швеция. И только в этом случае вы будете иметь такую рождаемость. Либо вы пытаетесь держаться на каких-то вот этих традиционных советских ценностях. Напомню, что в СССР было 0,95. То есть 95% женщин имели детей. Понимаете, да? И сейчас первый провальчик был, начиная с когорты конца 60-х годов, начала 70-х. То есть уже к концу 70-х это стало 0,9. То есть женщины 79-го годов рождения приблизительно на 10% будут бездетны. То есть каждый десятый. И вот этот уровень сохранялся примерно до женщины 88-го года рождения. То есть все вот эти поколения между 79-м годом рождения и 89-м. У них у всех бездетность примерно там 0,1-0,12. А дальше уже в 90-х начинается новый рост, и это глобальная. Скажем так, это явление характерно для всех почти развитых стран. То есть бездетность растет везде. В ангарде идут Корея, Япония, где бездетность уже превысила, наверное, 30%. В Германии она вроде бы приостановилась на уровне 24%, в Финляндии на уровне 20-21%, но непонятно, что будет дальше. И во всех остальных странах она между 10-12 и 20-25%. В Южной Европе тоже все плохо. В Южной Европе, там, в Италии, в Испании 25-30% мы ожидаем. И вот Россия на этом фоне всегда выглядела очень хорошо. Как я уже говорил, присутствующий был 0,95%, то есть 95%. Потом первое падение, первая ступенечка, это 0,9-0,88. И сейчас мы увидим вторую ступеньку, и возможно, что женщины примерно в 96-го года рождения будут иметь бездетность примерно 17%, то есть 0,83. Если сейчас ухудшится социально-экономическая ситуация, может быть, это будет 0,82. Но вы понимаете, бороться за рост от 0,83 до 0,85 – это очень неблагодарное занятие. Поэтому перенос мат-капитала со второго на первого ребенка – это очень вредная мера в долгосрочном плане. Да, просто вот, ну, казалось бы, если мат-капитал был такой эффективный для вторых и последующих детей, почему бы не сделать то же самое на первых, если настолько сильно вот эта некая сумма, которая выплачивается, ограничена в тратах, если настолько сильно она влияет на мотивацию заводить детей? – Она влияет сильно на мотивацию, конечно же, у более бедных людей, но не совсем бедных, потому что совсем бедные вообще никак не могут потратить мат-капитал, потому что он только по безналу и только на какие-то официальные вещи, там, на ипотеку, на какие-то кредиты, на строительство жилья, если вы можете предоставить документы. Обналичиванием все-таки занимается у нас небольшая часть, это достаточно такое преследуемое занятие. Так вот, и, конечно, мат-капитал сильнее всего сработал в русских областях, в городах-миллионниках, но ни в Москве, ни в Питере. То есть в Москве и в Питере при таких ценах недвижимость мат-капитал имеет очень небольшое значение, как будто тут мало кому нужен. А вот если вы отъедете от Москвы подальше и спросите там людей, как они к нему относятся, то вы увидите достаточно хорошее к нему отношение. И поэтому я призываю не слушать каких-то столичных политологов о мат-капитале. Понятно, что с точки зрения столичного политолога или столичного, я не знаю, бомонда, или там, я не знаю, Ксении Собчак или какой-нибудь там известной личности. Вот эти вот там 500 тысяч рублей – это ничто. Но в деревне-то можно построить дом. И это там важно. Так вот, перенос на первого ребенка – это вредная мера в долгосрочном плане, потому что прироста такого же, как по вторым детям, конечно же, не будет, потому что он будет ничтожным, будет в 10 раз меньше, потому что там некуда расти особенно. А для перехода ко второму уже теперь будет платиться не 480 тысяч или 460, а всего-навсего 155. И вот если 460 – это какой-то еще стимул, да, особенно там где-нибудь в отдаленных регионах на селе, то 150 – это не стимул вообще никакой и нигде, и это мы видим по региональным мат-капиталам. Ведь почти во всех субъектах Российской Федерации есть региональный мат-капитал. В основном на третьего ребенка, как правило, но они очень незначительные, они там колеблются от 50 тысяч до 350. То есть в нефтяных округах в Ханты-Мантийском и Балнецком они даже, по-моему, полмиллиона. И там они работают, где они полмиллиона, где не 300 тысяч, даже 200 в Новгородской области неплохо работали. Но 150 – уже все, уже практически не работает, уже невозможно статистически отличить вообще их эффект. Вот, поэтому я ожидаю, что с течением времени, с течением лет, когда будет накапливаться число тех женщин из семей, которые уже родили первого и уже получили мат-капитал за первого, они будут все более скептически смотреть на рождение второго в виде вот этих вот 150-155 тысяч жалких, когда раньше это были 460. А первого они и раньше бы родили бы и так, понимаете, в большинстве потребляющих. То есть людям никому неплохо, ни у кого ничего не отобрали. То есть если раньше за первого был 0, стало 460, если за второго было 460, а теперь будет 630, допустим, если за первого еще не получали, а если за первого получали, то будет 150. Но это еще только будет у тех, кто успеет сейчас родить первого, понимаете, начиная с этого года. Вот этот сток, это число этих женщин, оно будет постепенно накапливаться, и по мере того, как оно будет накапливаться, рождение вторых детей, я думаю, что будет сокращаться. А это как раз именно то, в чем мы отстаем от самых благополучных разных стран. Именно рождение второго ребенка. И третьего тоже. И третьего. То есть если мы будем сравнивать Россию с хорошими, образцовыми, благополучными странами Западной Европы, либо США, там, с Канадой, то все различие вырождаемости практически у нас идет по вторым, по третьим, по следующим детям. У нас много семей, у нас меньше намного бездетных, чем почти во всех странах, но у нас заметно меньше семей с двумя и еще меньше с тремя детьми до сих пор еще, чем в самых благополучных странах, типа Швеции, Норвегии, Британии, США. Разрыв, конечно, сократился из-за маткапитала, но не преодолен до конца. Поэтому этот шаг, он вредный. Какая стратегия, на ваш взгляд, вообще лучше, если вдруг мы с вами решим, что повышение рождаемости это вообще хорошо, что тоже вопрос дискуссионный. В целом, я думаю, что люди могут по-разному к нему относиться, но, допустим, мы решили, что повышение рождаемости это хорошо. И два фактора, которые вы мне указали, это бездетность в целом и рождение последующих детей, скажем так. Понятно, что и второго, и третьего, и четвертого надо разделять на разные факторы, но вот, допустим, мы остановимся на втором. И вот у нас на выбор едут две стратегии. Представим, что они друг другу противоречат, потому что у нас ресурсы ограничены, мы как государство, особенно если мы возьмем наше государство, ресурсы, скажем, очень ограничены. Какая стратегия лучше? Это понижать количество бездетных, то есть именно по этому параметру работать, или наоборот, пусть бездетные будут на каком-нибудь европейском уровне, если я вас правильно понял, то это от 20 до 25 процентов, не берем экстремы Южной Кореи и Японии, но они не такие уж и Европа. И наоборот, работать просто на то, чтобы как раз те, у кого дети уже есть, чтобы они рожали больше. То есть какая из этих стратегий предпочтительнее и в какую стоит вкладываться? Вторая стратегия гораздо предпочтительнее, потому что, по-первых, вы будете пытаться идти против течения. А течение такое, что бездет растет во всем мире, и только в самых благополучных странах она либо почти не растет, либо растет медленно и остается низкой, там в районе 12-15 процентов. Это в тех странах, где очень благоприятный социальный климат, где доступность детских садов, где большие пособия, где вообще child-friendly общество такое, да, понимаете, там пеленальные столы в транспорте и прочее, прочее, прочее. Швеция, Норвегия, Дания, Франция, там, не знаю, может быть, Нидерланды. И, конечно же, это обязательно нужно все развивать. Нужно строить детские сады, нужно даже не то, что их строить, нужно их просто открывать там на первых этажах домов, где-то в удобных местах. И нужно очень много разных других делать по мелочи вещей, которые бы сделали наше общество, child-friendly, делать какую-то пропаганду. Это я сразу отвечаю тем разгневанным служителям, зрителям, читателям, которые после этого напишут, вот, мат-капитал, это все ерунда, там, сделайте нам, как в Швеции. Да, нужно делать, как в Швеции, но это очень дорого. И это очень сильно зависит от развития общей экономики. И еще к тому же, все вот эти меры, их, во-первых, нужно долго думать, сидеть, разрабатывать, советоваться. Этих мер очень много. И наше государство, я считаю, это не способно. У нас нет таких квалифицированных людей во власти, которые могут вот эти меры грамотно разработать и внедрить. А мат-капитал – это очень просто. Это просто и понятно, понимаете? И это уже сработало. Самым эффективным было бы сделать мат-капитал миллиона третьего ребенка. Либо еще больше, либо полтора миллиона. В дополнение. Может быть... Такой, как в этом самом. Кто хочет стать миллионером? Чем до высокого вопроса доходишь, и сумма, соответственно, становится большая, а не остаешься с какими-то деньгами на предыдущей. Ну да, смотрите, объясняю, почему. Потому что сподвигнуть на рождение первого ребенка, если вообще его не планируют, никогда, допустим, это практически невозможно. Если, допустим, люди хотят ребенка, они рано или поздно его родят, а вот эти вот страхи наших властей, что чем позже родят первого, тем меньше шанс второго, они оправданы лишь отчасти, потому что до 35-36 лет шансы на следующих детей снижаются очень мало. Уровень антимиллирового гормона, который, скорее всего, определяет, насколько женщина способна родить и выходить... ну, зачать и родить ребенка, снижается до возраста 35-36 лет очень медленно. Поэтому шансы в 35 лет ненамного меньше, чем в 30, особенно если женщина нет здорового образа жизни. А вот дальше, да, дальше идет резкое падение, но в России до сих пор одна из самых молодых рождаемостей среди всех разных стран. В Европе моложе, чем у нас, только в Молдове и на Украине. Все. Например. То есть это не проблема. То есть первые дети, если их хотят, их сделают. Если их не хотят, очень трудно заставить. Понимаете же, отказ от рождения первых детей даже не обязательно сознательное решение. У кого-то не срослось семейной жизнью, у кого-то мозги не на месте. Кто-то принца ждет, кто-то принцессу, понимаете, кто-то там, я не знаю, только о карьере мечтает. Ну, то есть это вот целая такая совокупность уже факторов огромная, и она будет только увеличиваться. То есть, скорее всего, без этого будет расти. Это настолько процесс мощный, что пытаться ему противостоять с помощью каких-то жалких полмиллиона даже. То есть он всемирный? Он мощный, всемирный? Именно в развитых христианских странах, скажем так, по крайней мере. Ну, и плюс в Восточной Азии тоже, и в Юго-Восточной уже, наверное, теперь тоже начнется и так далее. И в Латинской Америке, возможно, он теперь тоже начнется. А вот по вторым детям, во-первых, и Россия отстает сильнее от западных стран. И маткапитал, по-вторым, хорошо сработал. И там еще есть куда расти, конечно же. И плюс старые дети все-таки уже это самые такие семейные дети. Если вы посмотрите на долю рожденных вне официального брака, она самая низкая именно у вторых детей. Вторых детей рождает в основном возрасте 25-29 лет в среднем. И опять же, в этом возрасте самая низкая доля рожденных детей вне брака. То есть такие самые нормативные, самые такие правильные дети. То есть дети, которые рождаются, как правило, когда все уже более или менее налажено. Ну, правильные с точки зрения концепции. Да, мы тут не хотим обидеть никого, кто родился при других обстоятельствах и других условиях. Ну, смотрите, и все-таки в сознании большинства подавляющих людей два ребенка – это норма. Почти во всех странах. И даже в Индии. То есть нас двое, нам двое. То есть вот хорошо бы, допустим, идеально мальчик и девочку. Ну, большинство людей мечтает именно об этом, у которых еще нет детей. Теперь уже даже в Китае можно двух. Так что да. Китай вообще, если я сам выкопал яму, у Китая будет все очень плохо. Это вообще отдельная тема. Да, так вот. А вот дальше все, нормы на трех детей нет почти нигде в мире. Считается, что три ребенка – это, конечно, хорошо, но это так, это вот не для всех. И вот тут-то и нужно пытаться стимулировать, подталкивать как-то, пытаться, чтобы перевалить эту двойку, которая двойка все-таки в сознании людей так и есть. Допустим, у каких-то там успешных, зарабатывающих людей, допустим, вот два ребенка, да, и там, ну, мат капитал – хорошо, а вот третьего, ну, не собирались, но если там хорошо зарабатывать, по-моему, российским меркам, это, допустим, 50-60 тысяч, посредние расисты, это хорошо зарабатывающие люди. Вот для них миллион – это ведь два года почти работать, а полторы – это почти три года работать. Ну, это как бы ощутимо, даже я вот с своими подмосковными друзьями разговаривал, вот миллион, а третьего, они говорят, ну, это сумма, это же ощутимо. Потом еще и цифра такая красивая, единицы, там, 6-0. Понимаю. Так, давайте поговорим немножко о факторах, которые, наоборот, негативно влияют. То есть, есть ли у нас в России ряд регионов, которые имеют схожие параметры по составу населения, по возрасту населения и всему остальному, но у которых есть разница по, как раз, рождаемости. То есть, ну, скажем так, с моей дилетантской гипотезой, там, должно быть, наверное, с этим похуже в каких-нибудь там, моногородах с закрывшимися предприятиями или в целом в неблагополучных регионах. То есть, мне кажется, что вот если прям совсем бедно, если мы не берем прям низшие маргинальные слои, да, которые не контролируют процесс, собственно, репродуктивности, то в моем представлении, наверное, там должно быть с этим похуже. Насколько вот мои представления соответствуют реальности? Вы знаете, в таких регионах достаточно высокая доля сельского населения и достаточно все-таки маргинальных людей, которые рожают, несмотря ни на что. И, как правило, все-таки рождаемость в таких регионах или не ниже, или даже выше, особенно если там есть еще этнические меньшинства. Но в чем дело? У нас уже не было давно переписи. Переписи не было 10 лет. За это время достаточно большое количество, особенно населения, особенно молодежи, уже успело переехать в какой-то другой регион и не попасть в статистику. Никакую. И если вы видите, что, допустим, в двух соседних регионах, областях, которые очень-очень похожи друг на друга, ну, допустим, возьмем Тамбовскую область или Воронь, ну, и Липецкую какую-нибудь, или Тамбовскую Рязанку, ну, к примеру, рождаемость первых детей, суммарно рождаемость первых детей отличается достаточно ощутимо, там, процентов на 10, то, скорее всего, это означает не то, что в какой-то области рожают на 10%, или там бездетность выше на 10%, аж целых, на 10% пунктов, а просто то, что из того региона где ниже вот этот суммарный количеств рождаемости первых детей просто уехала молодежь за эти 10 лет и не попала в статистику, и в знаменателе сидит просто за высшую численность населения. Вот и все. Как правильно? Поэтому к этому нужно очень аккуратно относиться. Я смотрю просто на пропорцию соотношения первых, вторых, третьих, четверых детей. А вот эта пропорция, она очень зависит даже не от экономики, а от каких-то вот культурно-социальных факторов. Например, чем больше город, тем, как правило, в нем ниже рождаемость. Ну, понятно, да, то есть тем больше доля первых детей, особенно касается Москвы и Питера. Но, допустим, в Екатеринбурге доля детей 2+, выше, чем, насколько я помню, в Новосибирске чуть-чуть. А Екатеринбург не беднее город, да, допустим. То есть вообще, в принципе, я считаю, что мат-капитал успешнее всего сработал, возможно, как раз на Урале, может быть, в Екатеринбурге как раз. То есть вот в таких вот миллионниках, там, многосотяно тысячных городах, где есть такой средний класс, у которой есть машина, которая зарабатывает там 20-30-40 тысяч, и вот, и где можно взять ипотеку, там, и так далее, или где можно построить дом не очень далеко от города или от работы. Вот я вижу, что там это хорошо сработало, такой, был придано такой хороший импульс. Но сейчас, конечно же, все печально в стране, да, сейчас этот импульс. По вторым детям вообще уже заглох. По третьим еще по инерции продолжается, но что будет дальше, я не знаю. Вообще, на самом деле, я вот недавно сделал прогноз, и он достаточно печальный, потому что с экономикой все печально. Вы знаете, доходы населения очень-очень сильно влияют на рождение вторых и третьих детей. Очень сильно. Если мы построим график реальных располагаемых денежных доходов и рождаемости вторых и третьих детей, то силы статистической связи будет 0,96-0,97. То есть практически полный... А, еще и сдвинем их на 9 месяцев или на год, да? Ну, доходы и рождаемости. А вот по первым детям вообще почти никакого влияния нет. А по четвертым оно уже не очень большое, там 0,6-0,7. То есть тоже сильно влияние, но уже меньше. Потому что все-таки четвертые дети – это уже, конечно, специфическая... Там уже идут в разнос, понятно, да. Но это уже религиозные люди. Кстати, нам нужно, конечно, выращивать собственных передим. То есть, допустим, православные люди, глубоко выцерковленные, в среднем рожают двое больше детей, чем нерелигиозные люди. То есть не полтора, а три, не два, а четыре. В Израиле доля таких людей была 5% в 50-м году, а сейчас она уже 20%, понимаете, за счет естественного прироста. Да, это вот одна, может быть, одна из причин того, что у нас пока что не просела рождаемость там третьих, четвертых и пятых детей. Плюс, конечно же, еще демографическая волна играет роль. Если мы уйдем от термина рождаемости, начнем говорить про число рожденных детей, да, то у нас в том возрасте, когда рожают первых детей, уже стало очень мало женщин. А в том возрасте, когда рожают третьих, их пока еще что много. Но вот-вот это число начнет падать, понимаете, да. Поэтому число рожденных детей пока еще держится более-менее на одном уровне. Но наше правительство этого не понимает. Я просто общаюсь, и когда я работал в Росстате, я видел вот эту вот, ну, профнепригодность. То есть те люди, которые принимают решение о том, какие меры сделать, они видят, что число рожденных первых детей очень сильно упало, очень сильно упало, хватается за голову и думают, нам нужно стимулировать рождение первых детей. А на самом деле это больше чем наполовину из-за того, что просто упало число молодых женщин. То есть, грубо говоря, возрастная пирамида так поменялась, что вот эти малочисленные поколения 90-х, начиная с 92-го, 93-х годов, они раньше всего пришли, конечно же, в те возраста, когда рожают первых, то есть в 20-25 лет. И еще не дошли до возраста, допустим, 30 лет пока что. Понимаете, да? И вот это вот чисто такие вот элементарные вещи, которые демографы понятны сразу, они непонятны тем, кто принимает решение. Возможно, из-за этого и приняли решение о переводе маткапитала со второго ребенка на первый, потому что просто мозгов нет. Ну, с кадрами у нас проблема не только в демографических и статистических ведомствах. Скажите, пожалуйста, а вообще вот эта война... В результате, кстати, все неплохо с кадрами, потому что в Росстате все-таки нужно уметь считать. Ну, как минимум, да. Скажите, пожалуйста, а вообще вот эта война за рождаемость, она, ну, насколько имеет смысл ли это как вот битва с неизбежным и надо скорее думать о том, как, я не знаю, обществу адаптироваться к изменению вот таких коэффициентов? То есть, вот вы так говорите много об успешных мерах, об неуспешных мерах и всем остальном, при этом вы сами же отмечаете, ну, окей, не во всем мире, но в большой его части, особенно развитых стран, что это как бы процесс, который вот идет. Имеет ли смысл ему противостоять и зачем это делать? Процессы вот разные. Если мы говорим про второй демографический переход, то он протекает, как я уже говорил, совершенно по-разному в разных группах стран, даже внутри самой Европы. И те страны, где он начался раньше всего, то есть как раз США, Северо-Западная Европа, там сейчас с рождаемостью лучше всего. Там с рождаемостью сейчас гораздо лучше, чем в Южной Европе, отчасти лучше, чем в Восточной Европе, и гораздо лучше, чем, конечно же, в Восточной Азии, где совершенно катастрофическая ситуация. Так вот, никто же не говорит, чтобы пытаться сделать там суммарный, там, два с половиной, там, или три. Это понятно, что это бред. Но самые благополучные все-таки развитые страны, вот та же самая, там, Швеция, ну, Норвегия даже еще, да, там, Франция, все-таки имеют когортную рождаемость 1,9, 2,0. Это означает, что им почти не нужна была бы миграция, чтобы поддерживать свою численность населения как раз. И второе, если даже абстрагироваться от самой численности населения, есть еще понятие возрастной структуры. Чем ниже рождаемость, тем старее население, тем выше должен быть пенсионный возраст. Вот смотрите, у нас распределительная система. К сожалению, у нас захлебнулась реформа, которая была призвана все-таки уйти от этой распределительной системы. То есть, когда все пенсии скидываются в один котел. То есть, когда все работающие отчисляют на всех пенсионеров. Так вот, чем ниже рождаемость на протяжении длительного времени, тем чисто и арифметически должен быть выше пенсионный возраст для того, чтобы эта система не рухнула. Понимаете? Ну, потому что меньше работающих и больше тех, кто, соответственно, на этом обеспечении сидит. То есть, способный возраст входит все менее и менее малочисленные, все меньше и поколения, а выходит из него все больше, и число пенсионеров постоянно растет в доле. Их доля такая, что приходится делать пенсионный возраст там 70 лет, 72 лет года, 75, даже при нашей продолжительности жизни. То есть, есть очень простая формула, на самом деле, демографическая, куда вы загоняете продолжительность жизни в стране и суммарной концентра рождаемости. Нажимаете кнопочку, и вам показывают, какой должен быть пенсионный возраст, чтобы, допустим, отношение числа работающих к числу пенсионеров было, допустим, 4 к 1, ну или 5 к 1, или 3 к 1. И вот, я сейчас точно цифры не помню, но я могу залезть и покопаться. Если бы у всех было по трое детей, то пенсионный возраст, допустим, даже при нашей продолжительности жизни должно было бы быть 55 лет. Если бы по двое детей, то 65. А если бы по одному ребенку, то 75 или даже 80. Вот и все. Понятно. То есть, это работа надолго. Плюс экономика. Экономика это потребители. Если у вас сокращается число потребителей, то у вас плохо с бизнесом, то есть у вас хуже развивается бизнес. К вам не приходят какие-то иностранцы, у вас меньше делают какие-то предприятия, потому что спрос падает, да, или спрос не растет. То есть все грустно. Допустим, продажи автомобилей не растут, продажи домов не растут. То есть экономика хуже шевелится, понимаете, когда население не растет или падает. Вот это проблема как раз в Японии и Италии. Если вы посмотрите на их значение экономического роста за последние пару-тройку десятилетий, вы увидите, что они начинают отставать. Потому что доля пенсионеров растет, которых нужно кормить, доля кормильцев падает, население не растет, сагнирует или начинает уменьшаться, все, и ВВП тоже падает. Вы знаете, общая такая атмосфера в обществе, она менее инновационная, потому что молодые больше склонны к инновациям, к каким-то предпринимательской деятельности, то есть к риску какому-то. И вот такая вот затхлая, такая скучная атмосфера в таких обществах, где средний возраст 46 лет, а потом будет 50-55. Это тоже, возможно, будет проблемой отчасти. Конечно же, у этого могут быть какие-то бонусы, то есть меньше каких-то насильственных революций, меньше гражданских войн, потому что более старые населения. Но в современном мире, я считаю, это может быть реально большой проблемой. По крайней мере, в тех странах, где рождаемся, там не 1,2, не 1,3, как в Италии, там в Испании, в Японии, а где рождаемся, там 1,8, 1,7, там и экономическая ситуация лучше, там, допустим, Британия, США, вот та же самая, Скандинавия, Австралия, Новой Зеландия. То есть, и поэтому, конечно же, нужно стремиться к тому, чтобы, ну, хотя бы приближаться к двойке, чтобы вам пришлось и меньше мигрантов импортировать. Тем более, ну, какие у нас мигранты с нашими зарплатами? Это Канада может себе позволить, или Австралия к себе по бальной системе только лучше, да, принимать. А мы не можем себе такого позволить. И вы знаете, поднять рождаемость, там, допустим, с 1,4 до 1,7 проще, чем настолько развить экономику, собственно, как Австралия, потому что вообще цивилизационный выбор. Вот. По разным вопросам, идеальное число семей, детей в семье, у нас примерно 1, ну, 2,0, 2,2. А число детей, которые бы в среднем хотели бы иметь вот реально у себя люди наши, если бы с экономикой все было в порядке, с личной жизнью, вот это примерно 1,8, 1,9. То есть если мы в когортной рождаемость... Потенциал есть. Потенциал есть, получается. Да, и вот смотрите, я говорил, что у женщин 86-88 года рождая 1,8. Это вот практически полностью выбранный потенциал. Но сейчас он снова начинает снижаться, потому что вот и смартфонная революция, и состояние стримингового порно, и вообще как бы цивилизация идет куда-то вот в ту степь, когда дети уже не так, еще менее нужны. Но всему этому можно как-то противостоять, пытаться все задержать, организовывать детские сады, делать более child-friendly какой-то климат в обществе, делать, я не знаю, хотя бы даже те же самые пандусы для колясок, про которые Варламов говорит, к примеру, я не знаю. Ну и помимо, конечно же, мат-капитала, который, я считаю, замечательное изобретение, он просто попал в точку вовремя. То есть получается, нам нужно, если будет более все благополучно, если будет лучше среда, если будет и финансово все лучше, то и рождаемость будет увеличиваться, если мы ориентируемся на скандинавские страны. При прочих равных, я не знаю, что будет с миром стивилизации через 20 лет, но если мы сравниваем себя с другими странами, например, с развитыми, с христианскими, то чем у нас будет лучше среда и доходы, тем мы, возможно, ближе будем к каким-то лидерам, опять же, среди этих стран. То есть это Ирландия, Исландия, Швеция, Британия, США, Австралия, Новая Зеландия. Вот эти вот те страны, где рождаемость более или менее такая, чтобы не привлекать так много иммигрантов и чтобы трудоспособное население не сокращалось так быстро, как в таких неудачных странах в этом отношении, как Испания, Италия, Япония, Корея. Спасибо вам большое, Алексей Ракша был с нами и через неделю мы снова выпустим какое-то видео. Пишите в комментариях тематики, которые вас интересуют. Вот вы, Алексей, когда про Китай рассказывали, тоже интересно. Я думаю, про Китай мы что-нибудь отдельно запишем. Китай себя устроил просто какую-то яму на ровном месте. Действительно ли там 2 миллиарда человек? Как работает все их? Это мы давайте в другом тогда уже обсудим, так как вопросы популярны. Да, вот подвесим вопрос в воздухе. Есть ли в России 146 миллионов человек? Пишите свои варианты ответа в комментариях, а мы в следующий, наверное, раз вам расскажем. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое тем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в фейсбук на страницу Алексея. Он там много мониторит всех данных, которые по попадаются, а мы с вами увидимся еще через неделю. Спасибо, всего доброго.